Приветствую вас! Я думаю, что проблему, которую вы описываете, нужно решать несколькими методами, несколькими способами, ни в коем случае не отдавать предпочтения какому-то одному способу, одному методу, вот, потому что вполне вероятно, что только комплексный подход позволит вам решить проблему. Ну, во-первых, на мой взгляд, совершенно очевидно, что на данный момент вы достаточно в тяжелом находитесь для себя в состоянии, вот, вам объективно тяжело физиологически, вам тяжело психически, вот, вы переживаете достаточно сильные, состояние физическое, вот, и по всему, по всему, я думаю, что в первую очередь в любом случае вам нужно обратиться к врачу, обратиться к врачу для того, чтобы врач продиагностировал вас и назначить соответствующее лечение, если оно вам необходимо. Уже в результате лечения вы сможете получить необходимую психотерапию, если она вам нужна. Дальше, значит, с точки зрения именно психотерапии, если мы не говорим о, допустим, болезнях, если мы не говорим о диагнозах, если мы говорим исключительно о психотерапии, в которой нет заболеваний каких-либо вообще, то с точки зрения психотерапии месяц назад с вами что-то произошло, что-то такое, что повлияло на ваше восприятие себя и других людей. То есть, безусловно, сложно сказать, что именно повлияло, потому что вы не даете никаких пояснений, вы просто говорите, что месяц назад это все началось, но что именно началось, из-за чего началось, ну не описывайте. Вы говорите, что вот я была душевой компанией, а теперь, соответственно, это все прекратилось. Опять же, не совсем понятно, что именно прекратилось, да? Вот. И из-за чего прекратилось, то есть очевидно, что что-то произошло. Вот. Сходите ли вы с ума? К сожалению, ответить на этот вопрос может только психотерапевт, либо клинический психолог, либо психиатр. То есть люди, которые могут ставить диагнозы. Вот. Я как психолог-консультант не могу ставить диагнозы вам и, соответственно, ответить на вопрос, который вы задаете, тоже не могу. Вы спрашиваете обоим, что с вами. Ну, похоже это, если честно, на паническую атаку. То есть похоже это на паническую атаку. Вот. Они выникают в результате, например, затяжной тревожности, которая имела место, вероятно, у вас. Вот. Также бывают и такие ситуации, когда человек вроде бы живет в каких-то условиях, живет в каких-то, может, ну, какой-то среде. Вот. Вот. Она на него среда. Влияет достаточно негативно, но человек этого не замечает. Просто в силу того, что он, как бы, привык. Вот. А потом однажды это просто вливается в такой своего рода взрыв. То есть когда человек понимает, что больше он так не может, к примеру, жить вообще. Ну, в ситуации может быть такая ситуация. Хотя, конечно же, это только лишь предположение. И на самом деле может быть все совсем по-другому. Тут нужно исследовать этот момент, так или иначе. Вот. Но мне кажется, что сейчас вам имеет смысл обратиться именно к врачу. Вот. Для того, чтобы он вам дал какую-то обратную связь, чтобы он подсказал вам, что с вами сейчас происходит, чтобы вы получили полную картину своего состояния. Вот. И тот же врач, в принципе, может назначить вам необходимое лечение, которое позволит вам прийти в норму. Вот. И, соответственно, уже после этого вы, если у вас есть какие-то психологические чисто проблемы, то вы после этого можете заняться ими. Вот. Потому что для психотерапии нужны определенные условия. Если условия не соблюдены, то психотерапией заниматься, ну, при всем желании не получится, к сожалению. Вот. Поэтому, вот так вот я думаю, вам можно ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Вот. Надеюсь, что это было полезно. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...